Планы на зиму, подъем цен и новые регалии. Белорусских женщин наградили ордена матери. Кто носит – гордое звание. В яблочко. В стране проходит сбор урожая. С одного дерева снимают до 150 килограмм. Какие фрукты на вкус? Пошли боровики. В лесах – грибной бум. Привозят по 3-4, может быть, даже и 5 ведер. Где заняться тихой охотой? Хрустальный журавль. Баблючане стали лауреатами конкурса «Учитель года». В нашей стране очень много замечательных педагогов. Как это было? Искусство в деталях. В стране отмечают День работников культуры. Если ты предан своему делу, своей работе, то ты обязательно тот человек культуры. Кто прославляет Бобруйск? Польский режим, климатический сбой и вещи Джека Воробьям. С аукциона продадут наряды главных героев блокбастеров. Сколько стоит щит Капитана Америки? Пусть даже не рассчитывают раскачать Беларусь. Президент посетил с рабочей поездкой Брестскую область. Александр Лукашенко осмотрел имеющееся на вооружении перспективное средство для ведения контрбатарейной борьбы. Затем главе государства показали комплексное занятие с усиленной мотострелковой ротой с использованием элементов узла сопротивления. Во время пресс-подхода главнокомандующий отметил, действия белорусских военных сосредоточены на защите, но в то же время они должны уметь и атаковать. Мы не наращиваем вооруженные силы у границ, допустим, Польши и стран Балтии, для того, чтобы их атаковать. Мы это не делаем. Но, обороняясь, мы это будем делать активно, чтобы в любой момент перейти в наступление, если нам для этого будет необходимость. Это работа на земле и элементы беспилотники в воздухе, как разведывательные. Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков, у нас на это и средств нет возможности, но у нас есть, как всегда, возможность нанести ему неприемлемый ущерб. Таких линий защиты, но еще более масштабных, по периметру белорусской границы будет несколько. Их организовывают с учетом обстановки. Эти узлы сопротивления должны быть, как минимум, труднопроходимыми для противника, подчеркнул президент. На любой вкус в стране проходит сбор урожая яблок. Вопрос импортозамещения полностью решен. Урожайность сладких фруктов и разнообразие сортов обеспечивают не только полные прилавки магазинов, но и приносят экспортный плюс. Продолжит тему Елизавета Липеева. Белорусская самая сладкая. В этом саду яблоки словно бисер, нанизаны на ветках. Бела на поспех, веселина, дарунок. Сортов более десяти. И каждая не только красивая картинка, но и отличные вкусовые качества. Румяные красавицы яблони и Олеси в сезон с одного дерева снимают до 150 килограмм. Цвет насыщенно красного цвета. Вкус кисло-сладкий. Часть яблок сразу упаковывают в коробки на экспорт. Зимние сорта отправляются в контейнеры на хранилище. Чтобы попасть на прилавки магазинов, фруктам необходимо отлежаться. За несколько месяцев плоды станут мягче и слаще. Расскажите, как правильно нужно снимать яблоко? Для того, чтобы снять яблоко, его нужно немножко приподнять вверх. И оно аккуратненько остается в руке. Дары щедрой природы. Сочный урожай прошлого года более 4,5 тонн. В этом собрано уже свыше двух. Садоводы трудятся, не жалея сил, чтобы не понижать планку и выходить на новые рекорды. Общая площадь нашего сада составляет 220 гектаров. Из них в основном это яблоня, 11 гектаров у нас ягодников, это смородина, 1 гектар вишни, немножко есть черешни. Будет 3 года осенью, как мы высадили грецкий орех. Планирую, что в следующем году мы уже увидим первый урожай. Ну а массовый сбор на 7, 6, 7 год после посадки. Слаженное сотрудничество. На 18 гектарах морковного поля оранжевые корнеплоды собирают бобруйчане. О том, что в хозяйство можно отправиться на работу, узнали благодаря управлению по труду, занятости и социальной защите горысполкома. Вот урожай, морковочку собираем. Платят хорошо, оплата раз в неделю, работаем с полдевятого до трех. Транспорт предоставляют, отвозят и привозят автобус нас. В том году работала и в этом году работаю. Очень нравится. Побольше бы таких организаций, которые, как горысполком, предоставляют дополнительные возможности людям подзаработать. По последнему слову техники. Работа кипит и на 300 гектарах картофельных полей. Выращивают здесь королеву Анну, челленджер, лили, рет-леди. Урожайность 550-600 центнеров с гектара. На 40% выше прошлогодней. Работает 4 комбайна картофельно-уборочные. 10 машин. Планируем числа 20-25 октября закончить уборку картофельных. На приемки национальный овощ сортируется на мелкие, семенные и продовольственные. Хранилище хозяйства вместит около 12 тысяч тонн. Она проходит через сортировочный бункер, проходит по ленте. Рабочие откидывают плохой картофель на корм скоту. Она поступает на телескопичку и закладывается. Картофель должен закладываться ровно, без каких-либо ямок, чтобы продувался воздуховодами. Любимое лакомство каждого белоруса. В год на человека приходится 178 килограмм картофеля. В мире средний показатель намного меньше – всего лишь 33 кило. В этом году приобрели два зерноуборочных комбайна, автобус для подвоза людей. У вас сделаем много культур – картофель, сахарное, свеклу, овощи. Эти культуры себя оправдывают. Все хранится в хранилище. Довели нам 100 фонд и не будем хранить до марта месяца. Продукты белорусской селекции могут дать фору любому заграничному деликатесу. Ведь это свое, родное. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Скидки пенсионерам, оплата за коммуналку и забота о братьях наших меньших. В республике хотят ввести обязательное очипирование домашних животных. Какие условия? Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. С 1 января в Беларуси поднимется оплата за коммунальные услуги. Ставка вырастет не больше, чем на половину базовой. Это связано с ежегодным повышением стоимости тарифов. С учетом увеличения цен на теплоэнергию, платеж за стандартную двухкомнатную квартиру и двух проживающих обойдется примерно в 150 рублей. Прошлогодний ценник был примерно на уровне 140. Весь октябрь пенсионерам будет предоставлен льготный проезд. Такая акция проводится ежегодно в период дачного сезона и сельхозработ. Все, что требуется, это предоставить в кассе удостоверение, и билет будет дешевле наполовину. Скидка действует в электричках и пригородных автобусах. Дорожники в ожидании зимнего сезона. В планах запастись всеми необходимыми материалами, в частности, песко-соляной смесью. Сейчас специалисты занимаются проверкой и ремонтом техники, заготовкой материалов для ямочного ремонта в холодный период. Также ведутся работы по реконструкции асфальтобетонного покрытия. За рождение и воспитание пяти и более детей 227 белорусок удостойны Ордена Матери. Соответствующий указ подписал президент, в их числе работницы из различных сфер деятельности, представительницы промышленных предприятий, учителя, медики, домохозяйки. Среди них три бобруйчанки и жительницы района. Каждая внесла весомый вклад в развитие демографической безопасности. В Беларуси хотят ввести обязательно чипирование для домашних питомцев. Согласно новому закону, собственники кошек и собак должны будут позаботиться об этом в течение двух недель с момента приобретения. На каждое животное будут выданы удостоверения и жетон. Его необходимо прикрепить к ошейнику для контроля четырехлапого друга. Нам есть кем гордиться. Бобруйчане стали лауреатами республиканского конкурса «Учитель года». В номинации «Физика, математика, астрономия, информатика» заняла первое место Светлана Здоронкова, педагог 34-й школы. Достойный результат показал и Алексей Шуньком, преподаватель первой гимназии. Какая вот эта зависимость? Прямая или обратная пропорциональность? Задача со звездочкой. Преподаватель 34-й школы, лауреат республиканского конкурса «Учитель года» и победителем номинации «Физика, математика, астрономия, информатика». Об успешном участии в состязании напоминает «Хрустальный журавль». Он занял почетное место на рабочем столе. На заплечами Светланы Здоронковой 20-летний стаж работы. На занятиях педагог делает ставку на практику. Вместе с учениками проводит опыты и эксперименты. Возможность познакомиться с удивительными учителями, потому что в нашей стране очень много замечательных педагогов, действительно классных, у которых есть чему поучиться. И вот такие конкурсы позволяют нам найти друг друга, встретиться и продемонстрировать свое мастерство. И пусть говорят, что учитель – женская профессия. Среди конкурсантов 14 мужчин. В финал прошел и Алексей Шунько. Педагог ведет уроки черчения и труда в первой гимназии. В конкурсе участвовал впервые, при этом в своей номинации занял третье место. Его главный секрет успеха – любовь к своему делу и трепетное отношение к детям. Стаж работы в профессии не маленький, но действительно все было как в первый раз. По-новому узнаешь себя, по-новому открываешь какие-то аспекты работы учителя. Конкурс «Учитель года» проводился в 12-й раз. За почетное звание боролись 56 участников. В этом году состязания в новом формате, 8 предметных номинаций и обновленный состав жюри. Позади творческая визитка, мастер-классы, публичное выступление, составление конспектов урока и занятий в незнакомом классе. Есть жюри суперфинала, который состоит из 19 человек. Это достаточно компетентные люди, которые компетентны профессионально и способны объективно, честно и открыто оценить работы конкурсантов вот этих 56 человек. Учителем года стал педагог изобразительного искусства Довской средней школы Рогачевского района. Сергей Шаминский, 33 года, работает с детьми. Выработал свою методику обучения и нашел подход к каждому ученику. Педагогу достался главный приз – автомобиль «Джили». Ольга Васинда, Станислав Чечерин. Итоги недели. Без очередей в электронной системе учета и обработки обращений зарегистрировались свыше 108 тысяч белорусов. Через специальную платформу можно решить любые вопросы. От строительной до жилищно-коммунальной сферы. Доступ к системе бесплатный. Необходима лишь регистрация. Новое введение вступило в силу еще в январе 2023-го. Раньше, например, чтобы устранить проблему, нужно было писать заявление в различные инстанции. Удобно то, что все обращения гражданина, которые он направляет в различные органы, они аккумулированы в одном месте – в его личном кабинете. И как его обращения, так и ответы на них. К обращениям подаваемых в интересах третьих лиц обязательно должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия заявителей. То есть доверенность, оформленная в установленном порядке. Эффективным методом работы по-прежнему остается и горячая линия. Жители могут обратиться как в Первомайскую и Ленинскую администрацию, так и напрямую в Бобруйский горосполком. На звонки отвечают по будням с 8 до часу и с 2 до 5. В белорусских лесах – грибной бум, сыроежки, маслята, опята, боровики и лисички. Богатый урожай созрел благодаря теплой погоде с кратковременными дождями. Осенними дарами пестрят не только опушки, но и прилавки. Где самые злачные места, расскажет Никита Александров. Грядки на опушке. Существует два типа – заядлые и любители. Первые чуть ли не дышат сбором. К процедуре фанаты подходят с максимальной ответственностью и энтузиазмом. Для себя же люди берут исключительно на покушать. Однако, чтобы наполнить парочку лукошек, иногда нужно потратить полдня. Во-первых, конкуренция высока. Во-вторых, надо знать правила. Муж собирает. У белых очень много. Ездит на часа 2-3 и привозит по 3-4, может быть, даже и 5 ведет. Смотря какие грибы. Некоторые грибы будем солить, другие будем жарить. Сыроежечки сразу на сковородку. Вот недавно опята собирала. Повезло, два пня и все, корзина полная. Опята, маслята, белый. Сбор даров природы – трепетная и кропотливая работа. Николай Шепетов в своем деле профи. Всю жизнь мужчина работает хозяином леса. Ну, это, наверное, исторически так уже складывалось. Дедушка лесником работал 20 лет. Отец в лесном хозяйстве отработал 50 лет. 35 из них лесничим. Ну и так, как-то семейным кругом мы решили, что я самый младший в семье, пойду по стопам, так скажем, родителей и дедов. Без базовых знаний и навыков сложно прийти домой с полными корзинами. Главное оружие – внимательность. Гриб может спрятаться где угодно – под листом, веткой, за деревом, кустом, в траве. Опытные охотники чуют вожделенные зонтики за версту. Чтобы не повредить основу, ножом нужно орудовать аккуратно. Если острова под рукой нет, достаточно осторожно выкрутить гриб. Ну, это секрета нет большого. Надо просто хорошо подготовиться, пойти в лес. На нашей территории Бобруйского лесхоза разрешается бесплатно собирать везде грибы. Вот. Ну, обязательно надо, конечно же, уметь различать съедобные и несъедобные грибы, знать, как они отличаются между собой. Отличить ядовитый гриб от съедобного непросто. Шляпка здорового изнутри зачастую напоминает губку. С этим явно что-то не так. Если вы сомневаетесь в подлинности, то лучше не рисковать. Заблудиться в лесу – дело плевое. Опытные грибники ходят лишь по проторенным стежкам, используют определенные схемы, обходят деревья гребнем и зигзагом. За год в стране спасатели нашли 147 потерявшихся. 11 из них были мертвы. В Бобруйском районе за сутки не нашли выход из леса три женщины. Перед тем, как собираться в лесной массив, нужно знать оперативную обстановку, то есть есть ли запрет либо ограничение на посещение леса. Обязательно с собой возьмите заряженный гаджет. Не забудьте про яркую одежду, хорошо защищенную обувь. Обязательно возьмите с собой еду, воду и по необходимости лекарства. Рекомендуется не забывать направление и путь, запоминать тропинки и прислушиваться, нет ли рядом авто или железной дороги. Соблюдая все меры предосторожности, вы не только вовремя вернетесь домой, но и со вкусными бонусами. Никита Александров, Станислав Чичерин, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Надежная защита. В Бобруйске стартовала прививочная кампания против гриппа. Медики уже отмечают подъем заболеваемости ОРИ COVID-19. Серьезный удар по здоровью может нанести и грипп. Ежегодная вакцинация – самый глобальный и эффективный способ борьбы с инфекциями. На выбор три препарата – российский, французский и швейцарский. Вирус гриппа, он обладает изменчивостью и каждый год меняет свои свойства. И на основании этих изменений выпускается новая вакцина. В 2023-м профилактической иммунизации планируют традиционно охватить порядка 40% населения Могилевской области. А это более 388 тысяч человек. В первую очередь ждут детей от 6 месяцев до 3 лет. Людей с хроническими заболеваниями, беременных, пожилых, а также работников здравоохранения. Талантливый человек талантлив во всем. В стране отмечают День работников культуры. Их призвание – сохранять историческую память, возрождать традиции и создавать новые произведения искусства. Свыше 65 тысяч человек делают мир вокруг нас прекраснее. Это актеры, музыканты, художники. О творческих личностях далее. Джаз-фанк объединяет тепло и разум. Танец начинается с плавных движений, но костяка – интенсивные прыжки и пируэты. Вид зародился в начале 21 века в Лос-Анджелесе и сохраняет популярность до сих пор. Екатерина Белоусова, молодой специалист, пришла в Центр досуга и творчества методистам. Но проявила инициативу и при поддержке руководства теперь ведет собственный танцевальный кружок. Приняли очень тепло, всегда готовы помочь, поддержать, научить. И вот очень приятно то, что коллектив – это больше, чем семья. Всегда было творчество в моей жизни с самого детства, поэтому я чувствую себя как рыба в воде. Душа в песне. За 16 лет народный казачий ансамбль «Вольница» стал известным далеко за пределами Бобруйска. Но родному городу всегда остается верен – репертуар под стать коллективу. В чарт-листе отечественные композиции «Расцвела калина», «Ой, рыдшенька, рыдшенька, куполинка» – артисты исполняют все то, что так близко сердцу белорусам. Коллектив наш постоянно обновляется. Естественно, связь поколений у нас продолжается. Не так давно к нам пришла девочка, которая закончила музыкальную школу. Ей 14 лет, но она поется удовольствием в нашем коллективе. Центр досуга и творчества – старейшее клубное учреждение Бобруйска. История начинается с 1936-го. Сегодня здесь работает 21 художественный коллектив – этнографическая студия, кружки танцев и рисования. Достояние и гордость – Народный военно-исторический клуб «Газдава». Участники сохраняют традиции времен XIV-XVII веков и ежегодно прославляют наш город на масштабных фестивалях. При этом навсегда остаются в почете ветераны. Все, что у нас в центре имеется, это благодаря людям. Те, которые практически приходили сюда со своими идеями, а руководство всегда старалось поддержать. Вот если ты предан своему делу, своей работе, то ты обязательно тот человек культуры. Для зрителя театр начинается с вешалки, а для артиста – с гримерки. Чтобы при свете софитов лицо не блестело, ведущий мастер сцены обязательно наносит тон. На этот раз делает вечерний макияж, броские тени и румяна, плюс красная помада – классика в макияже актрисы театра. Ольга Матвеева в образе роковой женщины. Характерные роли – то, что по душе. Конечно, грим отличается, если это сказочный персонаж. Там мы используем классический грим, либо аквагрим, который можно хорошо подчеркнуть. Где-то нарисовать мордашечку котика, собачки. Плюс, опять же, каждый котик, собачка имеет свои особенности характера, черты, веселый, грустный. Это все можно подчеркнуть. Ольга Матвеева играет разносторонних персонажей от пожилой бабушки до молодой возлюбленной девушки. В последнее время по душе становятся сказки «Золушка. Дом для поросят». В ее истории десятки сыгранных ролей. В 2020-м, к слову, актриса областного театра была удостоена нагрудным знаком от Министерства культуры за весомый вклад в развитие театрального искусства. Мы все темпераментные, мы все амбициозные, у нас у всех эмоциональные самое главное, но я считаю, что мы все-таки должны беречь друг друга, потому что театр – это вторая семья, мы очень много времени здесь проводим. От сотрудника библиотеки до мэтра большой сцены во второе воскресенье октября традиционно в Беларуси отмечают День работников культуры. Почти 65 тысяч человек делают мир вокруг нас прекраснее. Миру известны многие имена представителей отечественного искусства. Они завоевывают награды на престижных международных конкурсах и фестивалях, при этом сохраняют и приумножают истинные традиции белорусского народа. Ольга Васинда, Станислав Чичерин. Итоги недели. Нобелевская премия. Наследие ЮНЕСКО и едана любителям. В Финляндии запустили производство необычных хлебобулочных изделий. Какой главный ингредиент? Далее громкие заголовки мировых новостей. До парламентских выборов Польши остается неделя. Страну то и дело сотрясают протесты. На этой неделе оппозиция вывела на улицы порядка миллиона человек. По информации местных СМИ, этот марш стал крупнейшим за всю историю Варшавы. В 2023-м на Нобелевскую премию номинирован 351 кандидат. Ее, напомним, присуждают за значимые достижения в области медицины, физики, химии, экономики, литературы и общественной деятельности. Победители получают диплом, золотую медаль и около миллиона долларов. Награда была основана по инициативе шведского ученого и предпринимателя Альфреда Нобеля, изобретателя динамита и бездымного нитроглицеринового пороха баллистита. Самая высокая гора в Европе, Монблан, стала ниже на 2 с небольшим метра. Геодезисты связывают это с изменением количества осадков. Специалисты пытаются выяснить, как потепление влияет на Альпы. Власти трех стран, на территории которых находится массив, предложили внести его в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вопрос на стадии рассмотрения. С аукциона продадут вещи и наряды главных героев блокбастеров «Пираты Карибского моря», «Титаник», «Гладиатор» и «Звездные войны». На онлайн-торгах в Лондоне будет представлено почти 1800 лотов телекина и музыкальных памятных вещей. Среди них – прикид Джека Воробья, за который просят от 60 до 120 тысяч долларов. Столько же хотят защит капитана Америки. Финляндия запустила производство необычных хлебобулочных изделий. В состав, помимо пшеничной муки и семян злаков, входят насекомые. По словам пекарей, их наличие увеличивает содержание протеина. В каждой буханке около 70 сверчков. Пока выпускаются ограниченные партии, но в планах наладить массовое производство. Обойдется такая покупка в 4 евро. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Ольга Васенда. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok